Добрый день! Сегодня будем немного тюнинговать модель 9М от торговой марки Рема Хобби. Сейчас у меня стоят привода впереди пластиковые, сзади ЦВД с чашами. Поставим вот такие металлические телескопические. Также заменим спур на металлический. Пару месяцев назад менял его на пластиковый, он сейчас в нормальном состоянии. Ну, просто пришел металлический, поменяю, а тот оставлю себе про запас. И хочу поменять еще хексы. Также пришли алюминиевые, единственное, они чуть шире, и я не уверен, что они туда хорошо встанут. Померим, посмотрим, если получится, поставим их, если нет, оставлю родные. Начнем с того, что снимем колеса. Так как нам необходимо будет также поменять спур, давайте заднюю часть просто скинем. Необходимо открутить вот эти два винта. И вот эти два винта. Снимаем. Вынимаем слипер сцепления. Кардетчик оставим там. Для начала необходимо снять хексы. Далее вынимаем пин. И здесь у нас находится небольшая шайбочка. Ее также аккуратно снимаем. Далее необходимо открутить ступицу. И наш привод, его можно будет вынуть. Вот в таком виде привод. На самом деле здесь он уже больше года стоит. Как бы он весь проживел. Много воды, много влаги было. Как бы вроде и сушил и, в принципе, обслуживал. Но работает он хорошо, без проблем. Ну, в любом случае поменяем. Также необходимо здесь будет открутить у нас чашу. Чаша фиксируется пином. Необходима будет полутора миллиметровая отвертка. Выкручиваем. Чаша скидывается. И вот на этот твинт мы также будем крепить наши телескопические привода. Обращу внимание, что передний и задний привод, они отличаются. То есть, если мы возьмем вот эти привода, видно, что они у нас чуть короче, этот чуть длиннее. Соответственно, длинный это идет задний привод, а короткий это идет передний привод. Устанавливаем на выходящий сателлит и так же прикручиваем. С одной стороны готово. Крутится, поворачивает. Далее, вставляем его. Не получается. Давайте так же открутим лишний винт. Можно проверить подшипнички. На самом деле, я их недавно обслуживал, снимал, проверял. Поэтому они немножко и загрязнились, но они полностью в рабочем состоянии. Одевается. И, соответственно, прикручиваем ступицу обратно. Так, в принципе, готово. Уходит. Соответственно, проверяем, чтобы у нас у телескопического привода есть ограничители. Соответственно, ни с одной, ни с другой стороны он не должен упираться. Сейчас он у нас сходит, потому что он здесь не закручен. Необходимо будет сюда установить вот эту шайбочку, которую мы сняли сначально. Дальше нужно будет поставить пин и надеть, соответственно, сюда хекс. Попробуем установить сюда вот этот алюминиевый. Он ставится. На колесо, в принципе, здесь место остается. Сейчас покажу, в чем минус. Все, наделся. В принципе, здесь места достаточно. Можно колесо прикрутить и будет держаться хорошо. Но если обратите внимание, то у нас сейчас он гуляет туда-сюда. Потому что вот этот пин, он должен максимально плотно прилегать вот к этой части. В принципе, то есть привода это не родные. То есть ремовские это аналоги. Поэтому здесь, на самом деле, несколько решений. Как бы самое простое из решений, это мы сюда просто можем добавить несколько шайбочек. Тем самым, чтобы расстояние вот это, которое у нас здесь есть, его минимизировать. То есть, чтобы оно стояло именно плотно. То есть, пин должен прям прижиматься и люфта здесь практически не должно быть. Он тут может быть максимум на полмиллиметра. Давайте, соответственно, сюда поставим разные шайбочки. Так, получается, добавил сюда несколько шайбочек. И здесь, соответственно, теперь люфта практически нет вообще. То есть, вот я его дергаю. У нас сидит очень плотно. Также проверяем, соответственно, ход. Ничего нигде не закусывает. Все замечательно. Надеваем, соответственно, колесо для проверки. Хекс у меня остался также в диске. Надеваю так, чтобы у нас не зафиксировался пин. Оделся. Давайте затянем гаечкой. Единственное, здесь у меня также стояли шайбочки. Потому что вылет колеса был небольшой. Так же сюда их одену. И гайка. Кстати, в комплекте шли на другие гайки. Вал здесь чуть толще. В колесо везде вставляется, но гаечки необходимо заменить. Так, ну и, соответственно, прикручиваем. Затянул гаечку. Теперь колесо у нас не люфтит. То есть, проверяем вправо-влево. Люфта нету. Здесь особо тоже. Ну и, соответственно, привод у нас крутится. На второй также передается. Все. Отлично. Аналогично делаем с противоположной стороны. С задней частью мы закончили. Теперь здесь у нас стоит металлический привод. И переходим к передней части. В принципе, здесь все аналогично. Мы точно так же откручиваем в основании такие же пины. И необходимо будет снять переднюю ступицу. Ну, можно либо полностью ее, соответственно, разобрать. Либо можно открутить также вот этот винт и вот этот винт. И, в принципе, все. Снимаем хекс. Вынимаем фиксирующий пин. Не забываем про шайбочку. И устанавливаем также металлические. Поставил металлические передние привода. Все готово. Зафиксировал колеса. Момент такой, что на задних приводах мне необходимо было поставить три шайбочки, чтобы колесо не люфтило. Здесь, соответственно, понадобилась всего одна шайбочка. То есть, в принципе, расстояние от пина до, получается, ступиц передних на передних и задних осях почему-то разное. То есть, вот они китайские привода. Переходим к замене спура. Сначала необходимо будет выкрутить двухмиллиметровой отверточкой фиксирующий винтик. Мы его снимаем. И теперь выкручиваем вот эту гайку. Далее, соответственно, просто все разбираем. То есть, вынимаем подшипник. Он снял сразу со втулкой. И необходимо выкрутить вот эти три винта. Далее, соответственно, снимаем шестерню. Вынимаем подшипник. В принципе, осталось теперь собрать все обратно. Устанавливаем подшипник на новый спур. И в обратном порядке все собираем. Сначала сюда. Закрутил три винта. Проверяем, чтобы, видите, у нас слипер здесь работает. Вот сейчас у нас он имеет свободный ход, потому что он здесь не зажат. Одеваем втулку с подшипником. Далее у нас идет пружинка и далее гайка. Ее затягиваем. И затягиваем по максимуму. Теперь мы закрутили гайку по максимуму. Как видите, пружина максимально сжалась. Соответственно, слипер сейчас вообще никак не ходит. В данном случае слипер практически не будет отрабатывать. То есть, у нас будет максимально резкий старт. Данный прижим, он не рекомендуется, потому что это будет максимальная нагрузка на механические узлы. То есть, на трансмиссию, на переходающие, соответственно, привода. Вообще, рекомендуется делать полтора оборота назад. И какое-то такое некое стандартное расположение. Соответственно, его давайте здесь и выставим. На самом деле, сделал чуть больше. То есть, полутора оборотов, по мне, казалось маловато. Потому что их поставил. И слипер вообще не проворачивался. Я прям зажал просто губцами и не смог провернуть. Поставил два. И, соответственно, здесь я уже могу с усилием, но его провернуть. Оставлю его таким образом. Далее устанавливаем коническую шестереночку и закручиваем винт. Все, слипер полностью у нас готов. Теперь его можно устанавливать на машинку. Ну и последний из этапов. Необходимо все собрать обратно. Соответственно, берем переднюю часть и вставляем сюда наш слипер сцепления. Проверяем, чтобы зацепился за карданчик. Поворачиваем и смотрим изнутри. Вот здесь карданчик у нас крутился. Все крутится. Передающий момент на колеса идет. Далее. Соединяем с задней частью. Необходимо попасть в центральную часть. Отлично, вроде попали. Здесь можно взять плоскую отверточку. И вот таким образом подцепить и надеть. Сейчас, секундочку. И теперь проворачиваем колеса. Есть. Проверяем. Так, все село. Теперь четыре винта, которые мы ранее выкручивали, необходимо поставить обратно. Соответственно, здесь. Два здесь. И два, соответственно, снизу. Один из последних моментов. Нам необходимо проверить, правильно у нас стал зазор. В принципе, двигатель я не выкручивал. Спорт должен соответствовать по размеру оригинального. То есть, должно встать прям ровненько. Возьмем также для проверки обычную бумажку. Положим сюда. И просто прокатим машинку немного вперед и назад. Нормально. То есть, ее получается бумажка, она... Мы видим здесь грани. То есть, она зажимает. Но при этом бумажка не рвется. То есть, если бы было очень плотно, то бумажка бы плохо проставлялась. И, соответственно, она бы вообще бумажку не рвала бы. Если бы расстояние между спуровым и пиньоном было бы достаточно большое, то она бы так не загибалась. То есть, была бы просто немножко волной, но не было вот этих граней. Практически было бы не видно. В принципе, вроде стоит нормально. Давайте поставим и подключим, проверим. Так, подключили машинку. Ну и теперь проверяем. Сначала намного. Все готово. Продолжение следует...